Также, если вы вдруг не знаете, за что хвататься, потому что кодификатор, вообще-то, довольно большой список тем выдает, я вам могу дать такой небольшой лайфхак. Отлично. Ну, в принципе, что я буду вас мучить? Понятно же, что вы правильно написали. Was demonstrated and installed. Вот вы и писали, да, что все как-то очевидно, но на самом деле здесь действительно проверяется самая база. Это задание базового уровня. Здесь ничего сверхсложного нет. Единственное, что здесь сложное, это вот этот момент. Вот это для ученика может быть не очевидно. Или, например, now. Если вижу now, значит это точно present continuous. Нет, это так не работает. Поэтому те, кто ориентируется на вот эти конкретные слова, чаще всего терпят неудачу на самом экзамене. Поэтому думаем о смысле, а не о конкретных сигнальных словах. Круто про чтение грамматик. Вот, я же говорю, буду ссылаться на предыдущее задание. Потому что я люблю, когда все связано воедино. Когда из одного задания можно выжать свой максимум. Мы же не только из ученика максимум выжимаем. Мы максимум выжимаем из тестов, чтобы превратить их в обучающие задания. А это уже большое дело. Теперь мы с вами выполним эти самые задания. Надеюсь, успешно. Потому что задания на самом деле у нас не сложные. Итак, первая часть текста. Текст здесь уже один. То есть мы проходимся, еще раз, не по всей языковой семье. Чем слабее ученик, тем меньше вы даете в нагрузку. Но самое важное, то, что, скорее всего, встретится, вы даете. То есть делайте, как хотите. Я говорю просто о том, что она очень хорошо дисциплинирует и дает такой эффект неожиданности. То есть ты не знаешь, сколько у тебя времени осталось. Поэтому ты делаешь, как не в себя, как в последний раз. Это здорово. Это очень подстегивает учеников. Также вы можете давать на грамматику. И давайте ученикам проделать упражнения разные. То есть не проверяйте только одно языковое явление. Я понимаю, что есть такой соблазн. Мы вот с ним недавно вот это прошли. И хочется только это проверить. Пожалуйста, добавьте туда что-то еще. Множественное число существительных, прилагательные, степени сравнения, еще что-то. Не замыкайте ученика в этих мерферских отдельных предложениях. Это делает ему только хуже. Ученики перестают читать текст целиком. Они перестают понимать. Они ищут выбор. Понимаете? И вот от вот этого текста до продукции я должна сделать так, чтобы лексика была нужная и она запомнилась. Вот это моя задача. Сначала дать, потом отработать, потом на следующем занятии рециркулировать, потом опять рециркулировать и уже потом проверять. Вот так. Конечно же списка не существует. Но на самом деле есть определенные слова и выражения, которые если проработать, то половина задания у вас будет сделана. Это вот прямо точно. Какие это слова и выражения мы поговорим чуть позже, после выполнения задания. А сейчас мы с вами будем его выполнять. И выполнять его будем в моей любимой манере. Но на самом деле это задание, я бы не сказала, что прямо высокого уровня. Оно скорее требует большого внимания к деталям и действительно вдумчивого изучения текста. Ученик привыкает сам обращать внимание на такие вещи. И чем больше вы таким образом работаете, тем лучше ученик начинает узнавать какие-то вот такие вот мелочи. Тренироваться перед экзаменом в заполнении бланков однозначно 100%. Тренироваться каждый раз, когда вы делаете тестовую часть пробник, ученики должны на бланках тренироваться. Более того, я для своих учеников самый строгий компьютер. И если одна циферка, буковка не совпадает с образцом, какая-то кривоватая, я это скажу. Я не знаю, я не могу это прочитать. У меня ошибка распознавания. Все. То есть, 0 баллов тебе, все, понимаете, да? То есть, если буква какая-то не похожа на оригинальную, если D похожа на O, если V похожа на Y или наоборот, все, компьютер Светлана не прочитал. Извините. Я снижаю баллы нещадно. Конечно, нельзя сказать, что у моих учеников после этого все бланки в итоге после экзамена там каллиграфические. Нет, конечно. Но, по крайней мере, ошибок распознавания у моих учеников еще не было. Только у других. Спасибо большое за добрые слова. Мне очень-очень приятно. Надеюсь, что у вас теперь уложилась вся работа. Надеюсь, та рециркуляция, которую я специально старалась ввести в эти занятия, помогла вам понять всю эту взаимосвязь между различными заданиями. И теперь вам будет гораздо проще применять это все на своих занятиях и строить свои занятия таким образом, чтобы тесты уже являлись обучающим материалом, а не просто тесты ради того, чтобы их решить. Уже желание пересмотреться заново. Супер, да. Пересматривать придется, потому что в любом случае материала слишком много. За один раз, если вы первый год готовите, да, не уложится. Поэтому, да, пересматривать точно придется. Плюс, пожалуйста, пересматривайте презентации, потому что в презентациях очень много полезного. Это, по сути, конспекты того, что я говорю. То есть в презентациях можно повторить, что и как было. Очень важно.